Кстати, сегодня, во время визита губернатора в ЦГБ, ему показали и сильные стороны нашей больницы, и озвучили проблемные вопросы. Как то необходимость вертолетной площадки вблизи перинатального центра. Но одна, пожалуй, самая насущная, наболевшая проблема ЦГБ – нехватка площадей – осталась за рамками разговора. Три поликлиники. Там у нас выделен примерно такой участок. На этом участке его будет очень функционально расположить. Везде будет стоянка. В двух местах. А в третьем месте здесь будет парковая зона. Главный врач рисует свою мечту. Если смотреть сверху, улыбается Игорь Жуков. Напоминает значок Мерседеса или трехлистник. От основания отходят три лепестка. Один из них – это взрослая поликлиника. Далее детская и женская консультация. В центре, соединенный со всеми остальными зданиями, большой диагностический центр, где смогут пройти полное обследование и сдать анализы все желающие, не переезжая для этого из одного конца города в другой, не довязь в очередях и не проклиная всех и вся за нашу несовременную медицину. Потому что это будет самая современная, продуманная и просчитанная система, удобная как для медработников, так и для пациентов. Первый этаж по функционалу вообще будет самый идеальный, если будет здесь отделение лучевой диагностики. Томограф будет, рентгенограф, мамограф. То есть самую аппаратуру тяжелую расположить на первом этаже. На втором можно там аппараты УЗИ расположить и отделение функциональной диагностики расположить. То есть функциональная диагностика – это ЭКГ, УЗИ сердца, спирограф и так далее. И четвертый этаж сделать уже лабораторию. Если все завязать на одном центре и разбить разные потоки по времени, диагностика будет полностью работать на все три поликлиники. Такой подход, по мнению профессионалов, раз и навсегда избавит Ноябрьск от многих медицинских проблем, которые по большому счету все вытекают из одной большой беды городской больницы, а именно катастрофической нехватки площадей. Сейчас ЦГБ дошла до того, что в новом онкологическом отделении негде разместить оборудование для лечения онкобольных. И даже само отделение размещать тоже было негде. Для этого пришлось сократить гинекологию. У нас есть отделение, где заведующее отделением сидит с врачами в ординаторской. Есть все стринские в отделениях, которые ужаты вместе с буфетом и с раздевалкой. Вот это наличие вот этого дефицита помещения, оно приводит к тому, что тоже работники где-то нет нормального гардероба для сотрудников. Они идут в одежде по стационарным отделениям. Нет нормальной для санобработки, санпропускника, работников хирургических отделений. То есть не хватает, всего не хватает. А то, что творится во взрослой поликлинике, знают не только медики. Давка в регистратуре, давка, чтобы сдать кровь, давка перед кабинетами специалистов. На сегодня это отделение сопоставимо по размеру с поликлиниками таких городов, как Губкинский или Таркасале, где население составляет порядка 25 тысяч, а у нас 110. И что делать? Даже частные клиники, которые появились в городе и приняли на себя часть пациентов, не снимают напряженности в коридорах и кабинетах ЦГБ. На протяжении вот уже практически двух лет разрабатывали совместно с главным врачом Центральной городской больницы, а также с директором здравоохранения ЕНАУ решали вопрос по возможному строительству объектов здравоохранения. То есть мы пришли к выводу, что нам просто необходимо здание стоматологии, то есть новая стоматология, здание психонерологического диспансера, здание скорой помощи и здание стационара нашей поликлиники, либо поликлиники, либо стационара, то есть Центральной городской больницы. И получился как некий такой же, в общем-то, медицинский городок. Разместить медгородок решено рядом с Центром СПИД. Эта земля уже готова к постановке на кадастровый учет, и через год-два начнется работа над проектной документацией. Уже учтено, что здесь, возможно, удобная транспортная развязка и останется место для парковой зоны. Единственные мечты главного врача несколько шире задуманного плана, потому что не ограничились только поликлиникой для взрослых или стационаров. Уж если объявлен год народосбережения, почему не сделать такой шаг, который не частично, а полностью решит важнейшие проблемы больницы? Ведь строительство одной взрослой поликлиники без диагностики мало что изменит. Я же не могу в каждой поликлинике рассадить по специалисту, узисту, рентгенологу. То есть у меня нет столько специалистов, чтобы их рассредоточить. А они у меня сейчас в стационаре все. Я могу на две части все свободно поделить. Часть в поликлиническую дать диагностический центр, и по одному-два специалиста иметь здесь в стационаре. К слову, сейчас 73 отделения больницы размещены в 27 корпусах, разбросанных по всему Ноябрьску. Диагностика, как и многие другие структуры ЦГБ, ютится в неудобном здании на третьем этаже, куда вход, например, к инвалиду-колясочнику заказан. Ирина Потехина, Виталий Харченко, Антон Владимиров. Новости нашего города. Новости нашего города.